Сегодня в Севдоевске проходит невероятное событие, первый региональный хакатон, по-настоящему историческое событие. Здесь масса талантливой, многогранной молодежи в Луганщине творят истории, воплощают в жизнь свои самые смелые фантазии, реализуют свои проекты. Пойдем посмотрим. Официальная часть уже закончена, ребята вовсю работают над своими проектами, поэтому можно пообщаться с организаторами. Пойдем найдем их. Вот эта вот хрупкая милая девушка, на самом деле на ее плечах лежит огромный-огромный груз. Она и есть один из организаторов в сегодняшнем мероприятии хакатон. Давайте пообщаемся с ней. Оля, разрешите украсть пару минут вашего внимания. Как пришла идея создания такого вот мероприятия? К нам в общественную организацию «Суспельная думка» обратились ребята из молодой, юной IT-компании «Олимпик Хэш». Они были недавно, до того как обратились, недавно были участниками подобного мероприятия в Киеве, который проводил «Один плюс один». И у них горели глаза, они были в полном восторге и пришли с идеей организовать в Северодонецке подобное мероприятие. Но не знали как. А мы знали, взялись и сделали. Насколько важен вот такой вот проект, как хакатон, здесь, на Луганщине? Я думаю, очень важен, поскольку мы в рамках данного мероприятия разрабатываем социальные проекты, которые поддерживают нашу область. Уже сейчас кипит работа, и мы можем окунуться в нее и узнать, над какими же проектами работают участники. Пойдем. Это один из участников проекта, Вениамин. Уже видим, что во всю кипит работа. Сейчас попробуем узнать, над чем же она работает. Итак, Вениамин, поделись секретами, над чем, над каким проектом ты работаешь, что разрабатываешь. На данный момент я присоединился к проекту «Социальные видео». Сейчас видео мы будем снимать и часть потом сразу вмонтировать. Вот у нас сзади есть установленный фонд, где мы будем вести нашу работу. Во время презентации проектов ты говорил о возможности создания солнечных валочек здесь у нас, в Северодонецке, на Луганщине. Что с этим проектом? С этим проектом я его просто озвучил, вывел в массы. И на данный момент у меня просто... Идея возникла давно, но сегодня озвучили, что можно сказать ее. И я пока на ней думаю, и еще может быть кто-то присоединится. Это не единственная идея, которая сегодня была представлена на Хакатоне. Сейчас пойдем пообщаемся с ребятами и узнаем, что же еще нового будет создано здесь, у нас, на Луганщине. Пойдем. Во время презентации проекта у этих ребят звучало слово «ЛОД». Мы не можем не подойти и не спросить, о чем же они говорили и что они готовят. Ребят, можно к вам на секундочку? Скажите. Во время презентации проекта вы говорили о том, что что-то готовите для Луганского областного телевидения. Нельзя не спросить, что же это такое. На чем работаете, что за проект? Это будет бот для Телеграма. Ну, он будет рассылать новости, на него заходит, он будет создавать базу подписчиков. Что захотим, то он будет делать. Но пока сделаем какой-то минимум, чтобы он хотя бы рассылал новости и ребят, которые будут подключаться к ним, запихивал в базу. Пойдем дальше, посмотрим, на чем еще ребята работают. Ребят, здравствуйте. Поделитесь секретами, над чем работаете, что за проекты, что разрабатываете, что изобретаете. Ну, изобретаем, то есть, как это, модернизация, то есть, модерация светлофоров. То есть, часто будет проблема в том, что светлофоры на дорогах не работают. Это большая проблема, так как случается много ДТП, случаев несчастных, когда машины извивают, либо люди не могут нормально пройти. Часто я даже сам опаздываю на автобус, когда мне надо куда-то поехать, из-за того, что светлофор не работает. Поэтому наша программа, она будет давать возможность самим людям отличать, то есть, отмечать то, что светлофор не работает. Для того, чтобы все проекты были успешными, наверняка понадобится помощь более опытных людей. Здесь такие, конечно же, есть. На этом мероприятии их зовут «Менторами». Попробуем найти кого-нибудь из них и спросить, чем же они занимаются. Антон, здравствуйте. Здравствуйте. На этом мероприятии вы выступаете ментором, таким вот наставником. Что делает ментор здесь, на Хакатоне? Менторы на Хакатоне занимаются тем, что они помогают участникам развить идею, как воплотить свою идею. У участников часто возникают какие-то проблемы в плане, как это все реализовывать, как это должно работать с точки зрения пользователя, как это должно работать. Вот я занимаюсь тем, что помогаю им это определить для себя, в первую очередь. Во время представления проектов было озвучено очень много идей, проектов. Возможно, есть какой-то проект, который зацепил, понравился и хотелось бы принять в нем участие, помочь ребятам? Да, есть таких пару проектов. Это в основном социальные проекты, то есть мне понравился Traffic Live, например, понравилась электронная картотека, регистрация для больниц, ну и еще там парочку. Мне в основном нравятся социальные проекты. Я бы в них поучаствовал, но, к сожалению, не могу. Сейчас пока еще идет просто работа над идеей и над реализацией проектов, но, возможно, уже завтра они изменят будущее. Таким был Хакатон 25 марта здесь, в Северодонецке. О его результатах узнаем вместе в эфирах «Лоджи Велмутра».